11.04 в столице. Доброе утро всем, кто слушает в эти минуты радио Финам ФМ. У нас сегодня спортивная программа, спортивное утро среды, но, впрочем, это уже хорошая и добрая традиция. В ближайший час мы поговорим с человеком, который достиг успеха не только в спорте, но и в бизнесе. Как мы уже говорили чуть ранее, да, в утреннем канале с вами словами. У нас в гостях Алексей Толкачев. Сейчас, Леша, доброе утро. Доброе утро. Буду перечислять все ваши титулы, регалии и звания. Надеюсь, мне хватит хотя бы 15 минут, чтобы все обо всем рассказать. Во-первых, вы чемпион мира по парашютно-горнолыжному двоеборью. Вы многократный чемпион России и призер Кубка в России. Вы кандидат мастера спорта по горнолыжному спорту. И плюс ко всему вы еще и предприниматель и бизнес-тренер. Все правильно? Да, все верно. Ничего не забыли? Вдруг у вас какой-то титул еще завалялся над ней? Еще мастер спорта по парашютному спорту. А, вот так. Вы в точности приземления? В этом виде спорта. Смотрите, у нас работает телефон студии 65 10 99 6, код города 495. Вы можете писать свои комментарии, а также задавать Алексею вопросы на сайте Финам.фм, на страничке программы на своем поле. Леша, на самом деле то, чего вы достигли к своим скольки годам? Мне сейчас 27. Недавно исполнилось. К 27 годам это очень много. Это на самом деле, мне кажется, достаточно большая и серьезная работа и серьезная жизнь. Вот ваши силы сейчас отданы только для спорта или только для бизнеса? Или вы удачно совмещаете? Ну, мне удается совмещать и то, и другое. То есть, плюс вести активный образ жизни не только в спорте и в бизнесе, но и заниматься своей семьей, заниматься личным развитием, ну и, естественно, помогать своим родным и близким. Так, давайте разбираться. Давайте начнем сначала со спорта. Давайте. Ну, что такое парашютно-горнолыжное двоеборье? Мне кажется, из названия, в общем, достаточно понятно. Когда, соответственно, вы преодолеваете сначала на вертолете какую-то там высоту, да, набираете, потом у вас есть парашют, потом вы благополучно приземляетесь и проходите какой-то этап горнолыжный. Правильно? Ну, в целом, да, это двоеборье, которое разделяется на прыжки с парашютом, на точность приземления, которое происходит в горных условиях. То есть мы прыгаем в горах на наклонную плоскость и необходимо попасть вот в такой пятачок диаметром 3 сантиметра, то есть пятки. Ну, точно так же, как в классическом парашютном спорте. В целом, да, я вижу, что вы знакомы с парашютным спортом. Так. Вот, и затем это может быть либо в этот день, либо на следующий день проходит соревнование по горным лыжам на скорость прохождения трассы на время. И потом все очки суммируются и в прыжках с парашютом, и в горных лыжах, и выявляется победитель. А скажите мне, Алексей, вы никогда не мерили уровень адреналина в вашей кровушке? Он у вас зашкаливает? Честно, ни разу не мерил, но для меня адреналин – это как естественное состояние. Если я проживаю неделю, и раз в неделю у меня нет такого всплеска адреналина, то для меня неделя, она как-то, ну, вот уныло прошла. И поэтому я стараюсь, ну, либо на выходные, либо посередине недели планировать вот что-то такое, что вот даст вот такой всплеск адреналина. И это в том числе как раз ваши профессиональные уже спортивные занятия. Это же профессиональный спорт, как я понимаю, это нельзя приехать и однажды позволить себе такой вот совершить, я не знаю, безумный поступок для кого-то или привычное для вас дело. Это постоянное? Ну, естественно, да, мы занимаемся этим профессионально. И вам, собственно, приходится не только тренироваться, но и выступать на России, например. Если есть соревнования европейского или мирового масштаба, вы тоже в них участвуете? Конечно, да. Вот в 2009 году мы завоевали титул чемпионов мира. Сейчас в следующем году, в 2014 в Новосибирске будет проходить чемпионат мира, к которому мы, естественно, уже готовимся. Подождите, вы помимо того, что занимаетесь бизнесом и своей семьей и развитием, вы профессионально продолжаете состоять в спортивной команде, мало того, в составе сборной России? Да, да. Скажите, милый Алексей, а сколько вы спите? Да, я сплю как вполне нормальный обычный человек от 6 до 8 часов примерно. А расскажите мне ваш график, например. Вот вы встали. Во сколько это происходит? Ну, обычно, когда вот я в таком хорошем пике формы, я просыпаюсь примерно в 5 утра. То есть затем у меня идет... Не поздно. Это, да, совершенно не поздно. Затем у меня идет физическая нагрузка, то есть это пробежка, примерно там 20-30 минут после чего. Это утренние процедуры, душ контрастный, потом легкий завтрак и затем я посвящаю время своему собственному развитию. То есть читаю книги, слушаю какие-то аудиопрограммы, либо видеопрограммы, то есть, ну вот именно по той тематике, которая мне интересна. Например, по бизнесу. Это бизнес все-таки или это профессиональное занятие спортом? К чему больше душа? Сейчас это больше бизнес. Да. После этого у меня идет определенный блок, который я посвящаю бизнесу. То есть я в основном работаю дома. Ну, по крайней мере, первый блок стараюсь посвятить вот именно работе дома. То есть и занимаюсь каким-то важным делом, которое меня продвигает вот именно в бизнесе. Дальше идет перерыв, потом второй блок, после него обед. И вторую половину дня я стараюсь провести в каких-то встречах, то есть либо с партнерами, мы встречаемся вот в Москве, либо еще что-то. И примерно часам к пяти я знаю то, что у меня идет определенный такой вот спад интеллектуальный. И зная, ну, особенности своего организма, примерно, ну, вот в пять часов я выезжаю и еду в тренажерный зал. То есть занимаюсь физической активностью, после чего возвращаюсь и уже дальше провожу время с семьей. То есть вас увидеть праздно лежащим на диване или не занимающимся ничем, в принципе, невозможно. У вас каждая минута расписана. Вообще возможно. Да что вы. Возможно, конечно. Я же такой же человек, то есть у многих складывается, вот когда я рассказываю свой график, складывается мнение, то что я вот какой-то зомби там или человек-инопланетянин. На самом деле у меня такие же физиологические способности, как у всех. И, естественно, если я в таком ритме живу там неделю, то через неделю, если я продолжу там просыпаться в пять утра и так далее, то, ну, организм подбросит температуру там, либо болезнь какую-то. Я знаю то, что знаю особенности организма. Если я чувствую уже к концу недели усталость, я могу, например, в субботу устроить для себя так называемый день креветки. Это что такое? Это когда ты лежишь на кровати и вообще не встаёшь, просто смотришь в потолок и делаешь одно единственное упражнение, которое называется «жим глаз лёжа». А, отлично. У вас тоже это хорошо получается. Да, это хорошо работает и восстанавливает организм. И тогда из кармана вашего пиджака можно достать батарейки-энерджайзеры, они тоже немножечко подзаряжаются в этот момент, когда вы отдыхаете. Лёш, а зачем вам это всё нужно? Ведь вы живёте достаточно напряжённым графиком. У вас есть бизнес, наверняка совершенно тяжёлая у вас ситуация для организма и для всего чего угодно, когда начинаются сборы и подготовки к каким-то соревнованиям. Вот вам это нужно? И если нужно, для чего? Ну, мне в целом нравится такой ритм жизни. Вместо того ритма, например, как просто лежать на диване и ничего не делать. То есть гораздо интереснее двигаться к своим целям, достигать их, потому что это получается как вечный двигатель. То есть когда ты ставишь для себя цель, двигаешься, очень упорно работаешь для достижения к этой цели. Когда ты достигаешься, у тебя открывается ещё больше энергии, ты ставишь новую цель и дальше начинаешь также двигаться. То есть это мне даёт определённые силы, которые помогают мне в жизни. Вот смотрите, ничего же не возникает из ниоткуда. Что вас подвигло к тому, чтобы вдруг бросить привычный образ жизни и начать плотно заниматься развитием своих физических, умственных, интеллектуальных способностей, завоёвывать какие-то награды в спорте, продвигаться к вершинам в бизнесе? Что было вот тем толчком, которое из лежащего жимом лёжа глазами юноши вас превратило в такого целеустремлённого и бодрякового? Ну, в целом это больше пошло, наверное, из спорта. В 8 лет меня мой папа отдал в горные лыжи занятия. И так повезло, что мы попали к хорошему тренеру Андрею Николаевичу Шихалёв. И он встраивал в нас определённые такие привычки, которые сейчас помогают в жизни. То есть когда мы, например, ездили на какие-то соревнования или сборы, а нам было 8-9 лет, то есть мы учились в первом и втором классе. Нас, естественно, отпрашивали со школы. И наш тренер говорил то, что вы не просто так едете на соревнования. Вы берёте с собой учебники, вы берёте с собой тетради, подходите к каждому учителю, берёте задания, которые вам необходимо делать. И он заставлял нас после того, как мы потренировались или посоревновались, чтобы у нас был блок, когда мы учились. Чтобы потом на него не наезжали учителя, как вы так расхолаживаете наших детей. И как-то вот оттуда пошло то, что можно действительно всё совмещать. И учёбу, и спорт, и как-то работу и так далее. То есть из тех моментов я понял то, что это можно делать. Потом уже это переросло в некую науку. Я прочитал громадное количество книг по тому, как управлять своим временем. Большинство из этих вещей, они, к сожалению, не работали. То есть, ну и выявилась какая-то своя собственная такая формула, которая вот действует по управлению времени. А почему я пришёл от того состояния? Ну, я с детства не сидел на месте, то есть занимался спортом. В спорте сразу уже были какие-то цели, к которым я шёл. И поэтому, ну, сказать, что я когда-то сидел без дела, такого не было. А в 8-летнем возрасте вам было легко заставлять себя делать то, что необходимо для развития, помимо там физического, ещё вот такого интеллектуально-школьного? Или это происходило, в общем, под присмотром и палкой тренера? Ну, многие люди говорят, где взять мотивацию, чтобы заниматься спортом, бизнесом и так далее. То есть у меня особой мотивации тогда не было. Там заниматься учёбой, да, любого ребёнка, там, иди делай домашнее задание, там, палкой заставляли. А в целом приходилось, ну, приходил тренер, говорил, всё, открывайте учебники, начинайте заниматься. И мы тогда занимались. Какой честный у нас сегодня гость и такой целеустремлённый. Напомню, у нас в гостях Алексей Толкачёв, во-первых, спортсмен, а во-вторых, бизнес-тренер. Но с ним мы продолжим беседу через пару минут. Возвращаемся в студию, возвращаемся в наше бодрое утро спортивной среды. У нас в гостях человек, который живёт по принципу «бери от жизни всё». Это Алексей Толкачёв, чемпион мира по парашютно-горнолыжному двоеборью, чемпион России, призёр же и Кубкова России в том числе. Ну, сейчас, я так понимаю, успешный и бизнес-тренер, и предприниматель, а также член сборной России, правильно? Совершенно верно. Алексей, скажите мне, пожалуйста, вот что вас заставило из целого списка, на много листов, выбрать именно такую адреналиновую профессию, как спортсмен, занимающийся горнолыжным двоеборьем, парашютно-горнолыжным? Это, опять же, такие истории глубоко в детство уходят. Меня родители пытались, куда только они не засовывали, в какие секции я занимался, и бальными танцами. Я так и знала, что вы сейчас это скажете, я не знаю почему. И плаванием, плюс ко всему в футболе что-то я пытался делать. Бабушка меня водила на пение, но вот ничего вообще абсолютно не приживалось именно во мне, потому что я похожу на 2-3 занятия, после этого ухожу. В бальных танцах мне постоянно дико не нравилось то, что на каких-то конкурсах моя партнёрша постоянно ревела, то есть она плакала. Но она же маленькая девочка. Волновалась, да, и я тоже волновался, и получалось так, что плакал вместе с ней. И в итоге, в какой-то момент времени, мы очень любили с родителями кататься на беговых лыжах в лесу. Это было в городе Уфе, я оттуда родом. И как-то мы поехали с отцом, есть остановка трамплин, и мы поехали в лес, это было морознее такое утро, и мы вот едем на лыжах и выезжаем на горнолыжную трассу. И мы такие подходим к краю, я смотрю вниз, и у меня вот сердце замирает. От красоты или от страха? И от красоты, и от страха, и плюс ко всему я смотрю, как маленькие дети, которые намного младше меня, им там 5, 4 или 3 года, и они вот с самой вершины, они съезжают на большой скорости. Я недолго думаю, пока мой отец тоже смотрел вот на всю эту красоту, направил свои деревянные лыжи вниз и поехал. И вот тогда сердце заколотилось в бешеной скорости, у меня перехватило дыхание, как будто вот весь мир просто остановился. И, ну, долго проехать мне не удалось, много точнее. И я помню, как вот я уже летел кубарем вниз, то есть щепки какие-то от лыжи разлетались. То есть в итоге я вспоминаю, вот когда я очнулся, я вижу глаза отца, который стоит на меня сверху, смотрит. Повсюду вокруг разбросаны эти щепки лыж, но я очень долго кувыркался, там лыжи разломались. Я думаю, сейчас меня папа будет ругать. Но папа почему-то меня не ругал, мы собрали с ним все эти щепки с горы, начали подниматься наверх, и на следующий день он отвел меня в горнолыжную секцию. Вот в тот момент, когда вот все это произошло, я для себя какой-то открыл такое новое чувство адреналина. То есть и когда вот я начал заниматься горными лыжами, я понял то, что, ну, вот это то, что действительно мне нравится. То есть вот так я пришел к тому, что вот сейчас мои виды спорта, они связаны с этим. Для меня удивительно в вашем рассказе два момента. Во-первых, не папа вас подтолкнул легким движением к этому склону, а вы сами. А во-вторых, вместо того, чтобы испугаться и подумать о том, жив ли я и проверить на месте, все ли целые шейные позвонки и руки и ноги собраны в одном месте, вы вдруг подумали о том, что папа вас будет ругать. То есть для вас это было не страшно, для вас это было нужно и интересно, когда вы вдруг решили скатиться? Ну, в целом, да. А сейчас вот это ощущение, с одной стороны, волнения, ну, может быть, уже не страха, с другой стороны, захватывающего вот этой красоты и зрелища, оно осталось? Или для вас сейчас это просто обычный, приличный, привычный вид спорта, и вы просто идете к одному или к третьему рекорду или просто достигаете каких-то определенных задач? В целом, ну, вот чувство волнения, оно всегда есть. Но если брать горные лыжи, оно гораздо меньше, чем в прыжках с парашютом, потому что прыжки с парашютом, там, высота, там, особенно если долго не прыгаешь, тебе начинают сниться сны, там, о том, вот как ты совершаешь какие-то прыжки. И когда приезжаешь на аэродром, вот там первые прыжки, они, естественно, ну, вот есть какое-то внутреннее волнение. Не сказать, что это прям вот какой-то фейерверк эмоций, но вот волнение определенно есть. Многие говорят то, что, ну, тот, кто не волнуется, он уже, человек уже не живет, так сказать. И, соответственно, то есть, когда приезжаешь, есть это волнение, есть вот этот определенный страх, но ты уже знаешь то, что, когда ты его преодолеешь, у тебя откроется, ну, откроется еще громадное количество энергии для достижения твоих целей. Леш, а сколько на вашем счету сейчас уже прыжков с парашютом? Сейчас более двух с половиной тысяч прыжков. Впечатляющая цифра. А скажите мне, вот, как мне кажется, если этого нет, это хорошо, если это есть, то расскажите, как это бывает. Вот есть спортсмены-чистые парашютисты, которые занимаются только парашютным спортом, есть чистые горнолыжники. Мне кажется, что вот те люди, которые и там, и там, они, в общем, попадают между там Сциллой и Харибдой, и горнолыжники их не признают, дескать, вы там парашютисты, и парашютисты не признают, вы вот предали парашюты и поменяли их на горные лыжи. Или нет такого? Вы, в общем, все так между собой дружите, общаетесь, и они вас тоже считают профессионалами, и те, и те представители вида спорта. Да, конечно, и те, и те нас считают профессионалами, Потому что, ну, если брать горнолыжный спорт, то, к примеру, если в 14-15 лет ты не попал в сборную России, то, в принципе, уже можно ставить, ну, определенный крест на горнолыжной карьере. Потому что там, ну, вот, по крайней мере, когда мы занимались вот профессионально горными лыжами, там нужны прям были очень сильные вливания, ну, вот, денежные для того, чтобы вот этим заниматься, для того, чтобы пробиться в сборную. Сейчас, честно, не знаю, как обстоят там дела. И когда мы узнали, что есть такой вид спорта, плюс ко всему это прыжки с парашютом, нас это очень сильно зацепило, мы начали заниматься этим видом спорта. Если брать конкретно вот наши двоеборья, то, например, для того, чтобы парашютисту обучиться горным лыжам, ему требуется времени гораздо больше, чем, например, горнолыжнику стать парашютистом. Да, и, то есть, чтобы стать парашютистом, ну, вот, сделать, например, там полторы-две тысячи прыжков, и все, у тебя уже есть сформированные навыки, которые помогают тебе выигрывать соревнования. А чтобы парашютисту, парашютным спортом в основном занимаются люди уже, которым там больше 20-30 лет. И когда начинаешь ставить такого человека на горные лыжи, ему дается все гораздо сложнее, чем, например, с детства ребенка поставить на горные лыжи и научить кататься. То есть сначала нужно было быть горнолыжником, потом плавно переходить в парашютный спорт и достигать каких-то достаточно высоких таких уже задач и целей, правильно? Но если говорить о нашем двоеборье, то да. А насколько вообще велика конкуренция в этом виде спорта? Сколько сейчас спортсменов хорошего, высокого класса? И насколько наши ребята конкурентоспособны по сравнению, например, с представителями Европы? Ну, если брать сейчас, сколько команд участвуют в чемпионатах мира, примерно это 24-25 различных команд, то есть из разных стран. И, ну, когда мы только начинали заниматься, первый прыжок мы сделали в 2000 году. В 2002 мы поехали на первые соревнования, это была Словения, и там мы заняли, по-моему, 18 место. Не были стали. Да, далеко-далеко. Потом мы начали, ну, еще более активно тренироваться, заниматься. В 2000, по-моему, в 2006, когда мы приехали на соревнования, мы уже были одиннадцатыми. И я помню, когда я пришел в школу, а я тогда пропустил занятия, и классная руководительница сидит и говорит, ну, что, Алексей, там, типа, как ты выступил? Я говорю то, что вот мы одиннадцатые в мире стали. И она так посмотрела на меня, посмотрела на класс и говорит, вот, смотрите, обычный лже-спортсмен. Ездит, пропускает занятия, результатов на чемпионате мира ноль, потому что, ну, одиннадцатый в мире. Если первый бы привез место... Она бы вас простила, да? Да, и вот тогда вот что-то меня вот зацепило так внутри, и я понял то, что все там, ну, пока мы не добьемся, будем действовать. В 2000, по-моему, в 2008 году мы уже стали вторыми на мире, и в 2009 мы завоевали титул чемпионов мира. Значит, к тому времени вы уже закончили школу, и классная руководительница не смогла. Ну, мой отец позвонил ей и сказал... Отомстил, так скажем. Ну, наоборот, чтобы она порадовалась за нас. Вот, и когда мы вышли на пьедестал, это было в Австрии, и рядом стояли на втором месте команда Словении, и там ребятам было уже далеко за 30, а нам было примерно 23-24 года. И на третьем месте стояли американцы, им уже далеко за 40 было. То есть, ну, вот в целом есть определенная такая система, которую я рассказываю на тренингах. Неважно, чем бы ты ни занимался, если ты тратишь примерно 10 тысяч часов, а это вот как раз 9-10 лет на занятия своим любимым делом, то через это время ты становишься лучшим в мире. То есть это удалось нам доказать в своем спорте. Проводились исследования на музыкантах, которые вот становились лучшими в мире, там, Битлз, например. То есть и вот чем бы ты ни занимался, если ты тратишь такое количество времени на любимое дело, на тренировки, то не было еще таких случаев, чтобы люди не достигали самых высоких целей. О том, как вы достигли успеха в бизнесе, мы обязательно поговорим в нашей следующей части. Давайте еще немножечко вернемся к вашим спортивным успехам. Вот ваши ребята, которые с вами вместе в сборной, они тоже вашего возраста примерно? Вы все одного? Вы одногодки, однолетки? То есть у вас такая молодежная, скажем так, в отличие от ваших соперников сборная? Ну, в основном, да. Но сейчас-то мы уже выросли, нам всем 27, 28, 29. Уже, да, уже все взрослые, уже, да, уже серьезные парни. Но, тем не менее, вот вам помогает молодость, вам помогает эмоциональность или все-таки вот те 10 тысяч часов, про которые вы говорите для того, чтобы побеждать? Я думаю, что все-таки здесь больше опыт сказывается. То есть, ну, неважно, какого возраста, если ты затратил на свое обучение, на тренировки такое количество времени, то, ну, это начинает на тебя работать. Леш, ну, смотрите, точно так же работают славянцы, точно так же работают американцы, еще какие-нибудь французы и британцы. Но получается быть чемпионами у вас, несмотря на то, что когда-то вы были одиннадцатыми, да, вспомнится классная руководительница. Ну, здесь даже сложно, ну, вот что-то сказать. То есть, они, естественно, работают, да, и сейчас вот мы, например, выезжаем на соревнованиях, мы постоянно соревнуемся, да, иногда они нас выиграют, иногда мы их. То есть, ну, в целом, мы находимся на неком, ну, на некой такой вершине, вот, где есть всего лишь несколько команд, вот, которые вот борются за этот титул. Да, просто иногда мы меняемся местами. Но в целом, я уверен, что и славянцы те же самые затратили такое количество времени, потому что, когда смотришь, как они ездят на горных лыжах или как они прыгают с парашютом, то действительно дух захватывает, потому что видно, ну, вот, профессионалов сразу видно, как они работают. То же самое и американцы, и, соответственно, то есть, ну, мы просто сейчас соревнуемся вот о некой своей такой, там, тройкой, четверкой команды. То есть, есть кто-то, кто там делит пятые и восьмые места, а есть три-четыре команды, которые борются именно за чемпионство. Да. Это адреналин? Это, естественно, адреналин, когда на международных соревнованиях выступаешь и отстаиваешь честь своей страны. Это просто, ну, это ни с чем не сравнимое такое удовольствие и ощущение, которое испытываешь внутри. И более того, когда ты выходишь на пьедестал и играет гимн России, то это вот просто очень круто. И вспоминается Ирина Роднина. Мы вернемся в студию буквально через две минуты. Возвращаемся в студию. Сегодня говорим о том, как достигать успехов не только в спорте, но и в бизнесе. У нас в гостях Алексей Толкачев, чемпион мира по парашютно-горнолыжному двоеборью, а также предприниматель и бизнес-тренер. Еще раз вас, Алексей, приветствую. Для тех, кто нас слушает и хочет принять участие в программе, то, соответственно, в вашем распоряжении телефон. Его номер 6510996, код города 495. Вопросы Алексея, комментарии, предложения, а также, может быть, советы. Можно тоже уточнить, спросить сайт Финам.фм на страничке программы на своем поле. Есть специальная рубричка «Комментарии», там можно все это выспрашивать. И, может быть, получить дельную действительно рекомендацию от Алексея, как достичь успеха в спирте. Хорошие оговорки в спорте и в бизнесе. Леш, про ваши спортивные успехи мы, в общем, все уже выяснили. Тут вот, когда готовилась к программе, выяснилось, что вы отличный бизнес-тренер, что вы предприниматель и человек, который проводит массу тренингов. Расскажите мне, как простой парень из Уфы, как заглавлена одна из ваших книжек, вдруг достиг достаточно больших успехов там, где, в общем, крутятся большие деньги. Ну, здесь тоже история уходит в мою юность. Когда мне было 18 или 19 лет, одна из моих бывших девушек подсунула мне книжку по Форексу. И да не слышит нас жена. Да. И тогда я, когда начал читать эту книгу, я для себя открыл как будто совершенно новый мир. Я увидел то, что, ну, на самом-то деле можно и выходить на серьезные уровни дохода, зарабатывать много денег. И тогда я почему-то вот зажегся этой всей идеей и понял то, что, ну, можно это. Затем я узнал то, что у нас в России, допустим, ну, это не очень работает. Ну, вот в плане той книги, которую я прочитал. И начал изучать различные темы по финансам, как заработать деньги, как их увеличивать. И вышел на одну из компаний, где обучился на финансового эксперта. Так. И начал консультировать людей, куда им правильно вкладывать свои деньги для того, чтобы они создавали себе резидуальный пассивный доход и, ну, приносили им определенную прибыль. И мне настолько затянуло, настолько понравилось вот проводить разные презентации, вести тренинги, когда вот собиралось громадное количество людей и делиться знаниями, которые я вот получил, обучаясь на различных курсах. И я действительно увидел ценность в этом. После этого вот компания, в которой я обучался, я познакомился с вице-президентом этой компании. Им оказался Николай Мрачковский, который в будущем стал моим партнером по бизнесу. И мы действительно увидели то, что есть многие вещи, которые получаются, например, у меня в жизни, которые получаются у него. И через какое-то время, по-моему, прошло года два, мы с ним встретились уже в Москве. Я просто был проездом, позвонил ему. Мы встретились в Москве в Атриуме на станции метро Курской. И тогда увидели то, что есть ряд вещей, которые, ну, вот, работают в плане эффективности организации времени и так далее. И создали школу победителей, где мы проводим тренинги различные по личностному росту. И обучаем людей, вот, как успевать все совмещать и бизнес, и карьеру. Плюс ко всему заниматься спортом, личным развитием, ну, и так далее. Вот успевать все это совмещать. Плюс ко всему проводим, естественно, и по бизнес-тематике различные тренинги. Помогаем бизнесменам увеличить прибыль в их компаниях и увеличить количество клиентов. Послушайте, Алексей, вы удивительный человек, потому что, во-первых, многие спортсмены предпочитают зарабатывать на жизнь, либо непосредственно занимаясь спортом, либо заключая выгодные контракты с компаниями, которые производят, например, какие-то спортивные бренды. Правильно? И примеров тому множество. Но спортсмен, который, например, отличает какой-нибудь индекс Доу Джонса от японского Никея и знает, какие префы купить, Сургут Нефтегаза или Сбербанка, это уникальный случай. Когда вы приходите и говорите, ребят, я вот чемпион мира по горнолыжному парашютному двоеборью, но я бизнес-тренер, они как на вас смотрят? Не секрет ведь, что на спортсменов как не прискорбные, как мне не жаль. Смотрят как на людей, ну, не совсем далеких. Ну, прости от меня, ребята, они сами, я думаю, с этим сталкивались. Но в целом у меня ситуация складывается совершенно по-другому. И мне кажется, это какие-то старые убеждения. На самом деле, когда, ну, меня представляет то, что будет перед вами выступать, например, там, тренер по таким-то таким-то темам, плюс ко всему он является чемпионом мира, это определенный такой бэкграунд, который вот стоит за спиной. И если человек достиг в спорте каких-то серьезных результатов, то, ну, естественно, он и в бизнесе, и в других сферах он тоже может преуспевать. Потому что есть определенные правила, которые работают абсолютно везде. Про те же самые 10 тысяч часов я рассказывал. Если наработал в спорте, то же самое нарабатываешь в бизнесе, или, например, радиоведущий на радио, и все, и ты становишься самым лучшим. То есть, ну, эти правила, они работают абсолютно везде. Послушайте, но когда вы это все успеваете, Леша? Я понимаю, про ваш график все. Но бизнес-тренинг, он занимает определенное количество не только времени, но и сил. Вам же нужно подготовиться, вам нужно его провести, вам нужно отдать часть себя. Это энергия. Где вы ее подпитываете? Откуда вы ее берете? Подскажите мне тот источник. Источник энергии — это прежде всего моя семья, моя супруга, мои родители. Также источник энергии, громадный источник — это спорт. То есть, ну, поэтому я хожу и занимаюсь ежедневно куда-то либо в тренажерный зал, либо бегаю по утрам. Я для себя замерял, если я перестаю заниматься спортом, например, там, на неделю эксперимент делал или на две недели, то затем начинает, ну, вот энергия, она начинает спадать. Начинают спадать результаты в бизнесе, ну, в других сферах жизни. И вот когда опять возобновляешь спорт, то, ну, опять начинается вот эта наполненность жизни. Скажите мне, Алексей, у вас, ваш основной бизнес, то, что вы учите людей правильному, например, там, тайм-менеджменту или правильной игре на бирже или еще каким-то там аспектам именно способов зарабатывания денег, или вы еще сами вкладываетесь, ну, в какое-то непосредственное, скажем так, дело? Что у вас? Ну, есть основной, если брать активный источник дохода, да, это я занимаюсь вот тем, что обучаю людей, пишу различные книги. Если брать другие источники дохода, ну, например, в Уфе, когда я был, я создавал школу танцев. Ну, это был вот один из первых бизнесов, который я попробовал. То есть, ну, когда переехали в Москву, естественно, удаленно не получилось на тот момент выстроить работу, и она закрылась. И плакала партнерша маленькая все время. Она закрылась, да, это школа танцев. А сейчас есть, ну, порядка десяти различных источников дохода, то есть, которые приносят деньги. Но основное, опять же-таки, если говорить, то это, ну, вот как раз-таки обучение. Ну, это то, что вот получается на данный момент лучше всего, и то, что мне нравится делать. А вы учите конкретно чему? Вот, насколько я поняла, у вас есть и по каким-то бизнес-направлениям тренинги, и по спортивным, я так понимаю, что по каким-то таким вот типов, сейчас я понимаю, рельефный пресс за три месяца, например, у вас есть такой тренинг. Ну, это, да, наш совместный проект с Василием Ульяновым. Мы вместе написали книгу «Рельефный пресс за три месяца», как, в принципе, любой человек может за три месяца, встроив правильное питание, начав заниматься правильным спортом, может накачать себе пресс. Сейчас то, что меня больше всего вдохновляет, ну, и вот что я провожу. Я соединил обучение, обучение, ну, вот планированию вместе с адреналином. У меня есть тренинг «Разбуди в себе чемпиона», на котором, ну, вот многие люди говорят, где мне взять мотивацию для того, чтобы вставать рано утром, совершать какие-то дела. И в первый день тренинга мы с людьми определяем цель чемпиона. То есть, ну, это определенная цель, которая вот будет разжигать в них внутренний огонь. Например, в 2000 году для нас была цель чемпиона — это стать чемпионами мира по парашютному горнолыжному двоеборью. И мы затратили 9 лет для того, чтобы достичь ее. То есть мы каждое утро просыпались, думали о ней. И вот в первый день мы определяемся с тем, что действительно человеку важно в жизни. Какие цели его, а какие навязаны из журналов, из интернета, телевидения и так далее. Во второй день мы выстраиваем определенную стратегию. То есть у человека есть пошаговый план, где он окажется через год, через три, через пять, через десять лет. И он вот четко видит структуру. Плюс ко всему, во второй день мы проводим испытания адреналином. У нас вечером, когда уже темнеет на улице, мы выходим в лес, и там наша команда готовит горящие угли. И мы ходим по тлеющим углям. Если сказать к слову, температура тлеющих углей достигает порядка 800 градусов. Покажите пятки. С пятками все окей. А здесь дело в том, что абсолютно любой человек может пройти по углям, по горящим, имея определенное внутреннее состояние. И вот на втором дне тренинга мы учимся формировать такое состояние. Потому что это состояние, оно в дальнейшем помогает человеку преодолевать какие-то трудности. Потому что когда он начинает двигаться к своей цели чемпиона, естественно, будет в жизни возникать ряд трудностей, которые нужно будет преодолевать. А человек, который прошел по углям, для него все эти трудности, они уже затем становятся ниже плинтуса. Плюс ко всему он умеет использовать это состояние. А вы предупреждаете своих, я даже не знаю, как правильно сказать, клиентов, да, или своих учеников о том, что для достижения чемпиона вот этой внутренней сущности и субстанции им понадобится как минимум 10 тысяч часов. Или они приходят, уверены, что сейчас появится некто Алексей, который многого достиг, и расскажет, как это сделать быстро? Естественно, на первом, мне как раз и говорю, и они ставят для себя цель, для достижения которой вот им потребуется 10 тысяч часов. То есть они ставят для себя цели стать лучшим в мире вот в чем-то. Например, вот один из участников в прошлом году, вот мы сделали первый поток, один из участников тогда работал на автомойке простым менеджером. Он для себя поставил цель стать владельцем автомойки. Ну и затем в дальнейшем, в перспективе, стать лучшим в мире, ну вот среди автомоечных сервисов. Прошел год, и вот мы недавно проводили встречу наших чемпионов. Прошел год, и он на встрече рассказывает, у меня уже три автомойки. То есть если раньше он был год назад, еще был менеджером, сейчас, спустя год, у него уже три автомойки, и он является владельцем. А как вы думаете, через 10 тысяч часов он достигнет своей цели, идя вот такими шагами? Ну дай бог, раз вы разбудили в нем чемпиона, раз он умеет ходить по тлеющим углям, это большого стоит, мне кажется. Вы радуетесь победам своих подопечных, скажем так, или вы думаете, что вот ребята, это те, которые наступят мне сегодня на пятки или уже завтра? Да, на самом деле, конечно, радуюсь. То есть эти примеры, они вдохновляют меня, ну вот, совершать больше таких поступков. У нас, допустим, есть книга «Экстремальный тайм-менеджмент», и когда я читаю отзывы, одна девушка 25 лет купила эту книгу, прочитала, дала всей своей семье прочитать, и она пишет отзывы. Представляете, мы с моей мамой, которой исполнилось 65 лет, мы поехали на аэродром и прыгнули с парашютом. Я в этой книге, ну вот, подробно описываю вот свой первый опыт прыжка с парашютом, вот с эмоциями совсем. И вот многие после этой книги едут и прыгают с парашютом, и потом вот пишут такие отзывы. Кто-то, вот в Уфе недавно ездили на свадьбу к другу, и в клубе, когда у нас был мальчишник, подходит ко мне парень, говорит, Алексей Толкачев жмет мне руку, я прочитал вашу книгу, бросил заниматься работой, сейчас у меня своя собственная компания, и я реально благодарен вот за это. То есть, ну вот ради таких результатов, ради таких отзывов мы продолжаем этим заниматься, потому что нас самих это вдохновляет, когда видишь результаты учеников, самим еще больше хочется двигаться вперед. А мы с вами спрашивали, где найти вот этот источник энергии? Это же, на самом деле, вот эта позитивная энергия, которая идет от ваших чемпионов, от людей, которые к вам пришли на тренинг, она же ведь, мне кажется, и вам способствует тому, чтобы вы дальше сами росли, чтобы дальше совершали и спортивные какие-то подвиги, и в бизнесе продвигались. Это ведь вот тот самый источник, из которого можно питаться и не напитаться. Согласен полностью. Ох, слушайте, придется прочитать книжку «Экстремальный тайм-менеджент» и отправиться на аэродром для того, чтобы прыгнуть с парашютом. Напомню, у нас в гостях Алексей Толкачев, чемпион, который умеет брать от жизни все, достиг успехов и в бизнесе, и в спорте. Если вы хотите задать свои вопросы, то, Алексей, я думаю, готов ответить. Конечно. Да, 651099,6, код города 495, или Finam.fm, в вашем распоряжении наш сайт, страничка программ на своем поле, мы возвращаемся в студию через две минуты. Возвращаемся в студию. У нас, на самом деле, появилась уникальная возможность у всех наших радиослушателей получить бизнес-совет от нашего сегодняшнего гостя. Это Алексей Толкачев, человек, который достиг многого и в спорте, и в бизнесе, и он, в общем, если нужно, чем-то может помочь. Правильно, Алексей, я говорю? Абсолютно верно. Да, кивает Алексей головы. Смотрите, я тут еще хотела вас порасспрашивать относительно вашего реалити-шоу «Размечтатели». Что это, кто это, с чем это кушают, для чего это, кто участвует, и самое главное, какую цель преследуете? Примерно в прошлом году у нас возникла такая сумасшедшая идея. Как-то я проснулся утром, у меня часто такое бывает, в понедельник утром просыпаешься, и голова полна. В огромных количествах идея просто сыпется. Я взял бумажку, листочек и быстро начал писать. И одна из таких идей — это создать такой проект, где мы бы осуществляли свои собственные мечты в каждой серии этого проекта. И плюс ко всему показывали доступность, как абсолютно любой человек может вот это сделать. И я тогда собрал своих одних из лучших друзей в Москве. Это Антон Бритва, человек, который вот тоже занимается тем, что обучает мужчин, как взращивать в себе мужественность. У него есть тренинг «Спарта» трехдневный, где вот он в течение трех дней учит тому, каким должен быть мужчиной. Мужчиной, да. И второй — это Рома, Роман Белоснежный, стилист. Третий — это продюсер мероприятий Андрей Панферов. И четвертый у нас еще есть девушка-журналист, Мария, ее зовут. И мы все встретились и начали думать, вот какие действительно мы мечты хотим осуществить. Составили список из ста мечт, которые вот мы будем реализовывать, ну, которые мы хотим реализовать, и без которых наша жизнь была бы прожита зря. Назовите самые яркие. Например, в... как это называется? Ну, или брусов зайти. Ну, вот сейчас мы входим попить Кока-Колу с Далай-Ламы, то есть... Для этого нужно заставить Далай-Ламу выпить этот противный напиток. Да, вот из того, что отсняли, нам, естественно, пишут, мы это транслируем в мир через интернет. У нас есть сайт размечтатели.ру, где абсолютно любой человек может зайти на него и написать нам свою мечту. И если нам действительно нравится вот эта мечта, если мы действительно можем помочь этому человеку, мы его вызваниваем, он приезжает в Москву, и мы в течение одного дня помогаем ему достичь этой мечты. То есть, или, по крайней мере, соприкоснуться. Вот недавно нам оставил комментарий парень из города Тольятти. Алексей его зовут, и он хотел вот попасть в бойцовский клуб. У нас же Антон Бритва занимается, ну, вот всякими такими мужскими делами. Мы, естественно, ну, нам интересно, мы его вызвонили, и в течение целого дня мы проводили подготовку. Он у нас вначале прыгал с вышки, где я ему, ну, делал испытания воздухом, потому что это моя стихия. И для того, чтобы, ну, вот, биться в бойцовском клубе, ему необходимо было преодолеть свой страх. Затем мы лежали на стеклах, то есть, чтобы он научился концентрироваться в своей голове. И потом только мы его уже допустили вот непосредственно в сам бойцовский клуб. Недавно еще, вот, еще одну серию, которую отсняли, девочка нам написала то, что с детства мечтала в цирке выступать. Вот то, что полная арена. И нам удалось договориться с братьями Запашными. И, по-моему, это было, ну, вот, примерно полмесяца назад. И у нас была тренировка в цирке Вернацкого. И затем на следующий день уже было выступление. И эта девочка скакала на коне, было три с половиной тысячи зрителей. И вот она осуществила свою мечту. Плюс ко всему, нас тоже выпустили там в костюмах зверей. Мы два раза пробежали по кругу и забежали обратно. В этих больших костюмах ничего не видно. Мы падали, над нами все смеялись. Но в целом, вот, примерно вот так мы осуществляем мечты и свои, и помогаем другим людям осуществлять мечты. Но согласитесь, Алексей, это ведь те мечты, которые приносят позитив и добрую энергию вам. Когда вы видите, как радуется человек, как ему в этот момент здорово, когда то, что казалось ему нереальным, вдруг оказалось, вот оно, все займы ему потрогать, вы же тоже в этом, поучаствовав, получаете свою часть позитива. Ну, конечно. Но в целом у нас проект этот нацелен на то, чтобы показать людям, если у тебя есть мечта, то бросай все, начинай это реализовывать. Многие мечты многих людей, ну вот, можно осуществить за один-два дня, максимум за две недели. А многие делают из этого мечты всей своей жизни. И живут, и думают, что, ну вот, когда я буду там зарабатывать такие деньги, вот тогда уже я буду под куполом цирка скакать, или тогда я прыгну с парашютом. Но на самом деле, пойди, прыгни с парашютом, у тебя откроется энергия, и ты дальше будешь уже видеть, что тебе дальше делать. А многие люди ставят себе стопор такой, думая, что вот когда-то они осуществлят свои мечты. Я когда-то, по-моему, рекламный слоган увидел, мне он очень понравился, что у 93% людей мечта осуществляется в течение одного дня, и только немногие себе позволяют это сделать. То есть остальные действительно возводят это в ранг чего-то невозможного и долго ожидаемого. А тут приходите вы и говорите, ребята, да вот вам, пожалуйста, хотите еще что-то. Но если говорить про мечты других людей, вы нам рассказали, что для вас самая главная мечта. Может быть, она связана со спортом, а может быть, с бизнесом, а может быть, с семьей. Что в итоге, дойдя до определенных вершин, хотите для себя вы? Какую еще покорить? Ну, вот сейчас для себя я вижу и ставлю определенную цель и иду к ней. Это проводить различные мероприятия. И как одна из таких планок, которую хочу взять, это собрать на мероприятие, на какой-то семинар обучение, как ставить цели, как ходить по углям или еще что-то. Собрать 10 тысяч человек. Я вижу, что это вполне реализуемо в течение двух-трех лет. То есть, ну, и сейчас вот для меня это является одним из основных таких... Одной из основной цели, к которой я иду. То есть, ну, вот постепенно мы уже двигаемся к ней. Но это самая главная жизненная мечта или есть еще какая-то спортивная, например, не покоренная вершина? Я понимаю, что, конечно, нет, к сожалению, этого вида спорта в программе Олимпийских игр. Наверное же, хочется каких-то еще медалек. Сейчас мы работаем над тем, чтобы продвинуть наш спорт в олимпийские виды спорта. И, возможно, в 2014 году нам удастся выступить как показательный вид спорта. То есть, сейчас идет, ну, уже проделана огромная работа, плюс мы продолжаем над этим работать. И, возможно, у нас это получится сделать. То есть, вы не собираетесь завязывать с активным профессиональным спортом? Вы собираетесь благополучно совмещать и там, и там? Да, конечно, да, это уже получается. Почему бы и не продолжать это делать? А ваши коллеги, которые участвуют с вами в спортивных мероприятиях, они являются участниками ваших семинаров? Или у вас совершенно две разные, в общем, течения, два разных течения жизни? Одни спортивные, одни бизнес-друзья и партнеры? Ну, если брать и спорта, то вот наша команда, которая занимается именно этим спортом, все ребята занимаются какими-то видами бизнеса. То есть, кто-то недвижимостью. Вот Аяс Каримов у нас недвижимостью занимается. Алексей Буренин, который тоже с нами в команде, у него свой интернет-магазин. Антон Филиппов тоже занимается бизнесом. То есть, если брать наш именно спорт, то сам спорт, он не приносит каких-то существенных денег, как, например, это в хоккее происходит или в футболе. И, естественно, у нас, наверное, так сложились обстоятельства, что мы вынуждены были сами искать, где реализовать еще себя помимо спорта, для того, чтобы можно было обеспечить свою семью, для того, чтобы можно было нормально жить. Заниматься тем, что ты действительно хочешь. И, ну вот, каждый из нас занимается какими-то еще, совмещает виды деятельности, которые помогают им осуществлять мечты. А вот тот доход, который идет от проведения бизнес-тренингов, он уйдет на спортивные какие-то ваши мечты или это отдельные? Вас финансирует, например, федерация, а то, что вы зарабатываете, это вы зарабатываете для себя. Ну, в целом, часть денег, естественно, идет иногда и на спортивные какие-то мероприятия, то есть и сборы, и соревнования. Конечно, нам государство помогает, но зачастую этих денег не всегда достаточно для того, чтобы нормально тренироваться, и поэтому приходится иногда вкладывать свои. То есть для вас это нормальная практика, когда вы можете из своего кармана достать, впрочем, как и все ваши партнеры, и потратить опять-таки на себя. Это же ведь тоже мечта своего рода, только спортивная. По сути, да. Это нам нравится делать, мы от этого получаем удовольствие. Почему бы на это и не тратить деньги, если они действительно есть, если мы умеем зарабатывать их? А есть кто-то, кто придет следом за вами, такие же целеустремленные? Вот сейчас, да, вы говорите, что у вас там молодая команда, 27 лет, и дай вам бог еще дальше продолжать заниматься и выступать на мировом уровне. Но вот есть ребята, которые также хотят достигать, как и вы, успехов и в спорте, и в бизнесе? Или вы, в общем, такие уникальные парни, которые вместе собрались и, в общем, достигают вершин во всех аспектах жизни? Ну, конечно, есть. И мы занимаемся тем, что растим будущих, так сказать, чемпионов, чемпионов в спорте. То есть у нас в городе Уфе, вот где мы начинали заниматься и продолжаем заниматься этим видом спорта, постоянно из горнолыжников берем и набираем команды, которые затем начинают прыгать с парашютом. Не все, конечно, остаются, но есть те, которые продолжают, и которые тоже молодые, которые готовы рвать, достигать своих целей. Такие люди есть. То же самое мы формируем, ну вот, проводя различные семинары, бизнес-тренинги. То есть, по сути, мы тоже растим чемпионов, каждый из которых будет достигать в какой-то своей сфере вот этого чемпионства. То есть, конечно, есть такие люди, которым не безразлично их жизни, которые хотят что-то достичь в ней. То есть, когда вы уйдете на заслуженную пенсию в спорте, вам будет на кого оставить? Конечно, да. А вы ведите себя в качестве не бизнес-тренера, а именно спортивного? Нет, не вижу. То есть бизнес? Больше, да. Ну, мне сейчас это нравится, поэтому я этим занимаюсь. Но не факт, что завтра вам не понравится еще что-то, вы не направите свою энергию в следующее русло? Возможно. Послушайте, ну у вас столько ипостасей, у вас столько жизненных интересов и столько энергии, что прямо вот хочется рядом с вами сидеть и питаться из этого источника. Спасибо, Наталья, очень приятно. Да, я напомню, что у нас в гостях был Алексей Толкачев, чемпион мира по парашютному и горнолыжному двоеборью, многократный чемпион России, а также предприниматель и бизнес-тренер. Последний вопрос у нас буквально несколько секунд. Куда можно прийти, где записаться, где ваши тренинги проходят? Для тех, кто, может быть, захотел тоже научиться так реализовываться. Можно просто в Яндексе набрать Алексей Толкачев, либо Школа Победителей, и там найти первый сайт, выдастся наш, и там есть вся полностью информация. Можно прийти, можно позаниматься и лично с вами пообщаться. Конечно, да. И сфотографироваться, и повесить на стенку, как пример того, как можно достигать всяческих правильных целей и задач. Да, совершенно верно. Спасибо вам, я желаю вам успехов и очередных покоренных вершин во всех сферах вашей жизни. Дай вам Бог сил. Это единственное, что, наверное, хочется вам пожелать искренне от души. Мне кажется, у вас так много всего, что хочется сил и сна побольше. Спасибо, Наталья, мне тоже было очень приятно с вами общаться. Спасибо, болеем за наших, и встретимся ровно через неделю в программе «На своем поле». Счастливо!